МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В классе всего 9 человек. Правда, по мнению выпускника Максима Белого, камерная атмосфера – это круто. Большинство из нас у школы знают по имени, иногда даже по фамилии. Но в этой жизни легче, чем меньше, тем лучше. Сама школа находится в живописнейшем месте в поселке Удачный. Правда, чтобы добраться до Альма-Матер, некоторым ученикам приходится совершать небольшие пешие подвиги. Я живу в Верхнем Академгородке. Я с Верхнего Академгородка добираюсь сначала в Нижний, потом до красивого берега, иду через красивый берег, спускаю с берега, и три остановки прохожу, и вот я уже в школе, в принципе, это у меня занимает где-то порядка часа. Настоящие приключения, понимаете, вид красивый. Во-первых, Енисей, воздух свежий, прогулка хорошая. Это еще утренняя пробежка, отлично вообще. Может быть, поэтому в школе номер 30 все ученики стройные и подтянутые, несмотря на маленький спортзал. Ну, это наша библиотека. Очень интересное место. Недавно отремонтировали, здесь все выглядит так красиво, свежо, новые цвета. Выпускница Ясмина Миссан, проводя нам экскурсию по школе, первым делом отвела в библиотеку. Говорит, здесь теперь проводит почти все свободное время. Еще бы, девушка идет на медали, и таких учеников в школе больше 20. Гимназия номер один в 2015 году стала самым медалированной в городе. Ясмина считает, атмосфера здесь такая умная. Быть отличным, конечно, непросто. Непросто именно и психологически, и физически много сил тратиться на это все дело. Но, в принципе, жить можно, и даже развлекаться иногда удается. Память о своих медалистах школа бережно хранит на своих стенах. Помнят каждого. Не садись, а против меня. Не садись, а против меня. Прочит меня, простит меня, моя против меня. Прочит меня, против меня, ой, да против меня. Люди скажут, любишь меня. Петь и танцевать на уроке для учеников гимназии номер 12 – обычное дело. Помимо основных предметов, у них еще есть занятия по вокалу, игра на музыкальных инструментах и даже хореография. Вопреки расхожему мнению, готовят здесь не только будущих артистов. Например, Лиза уже решила, будет экономистом, но народные песни задорно петь никто не запретит. Кто-то, может быть, тут учится на фортепиано, но оставит это потом для себя просто. А некоторые могут пойти по направлению музыки. Куда-нибудь в Институт искусств или, например, в колледж искусств. Если вот я знаю фортепиано, меня могут поставить на какой-нибудь концерт, можно играть на этом концерте, возможно, участвовать в какой-нибудь оркестре, где-нибудь тоже выступать, снимать с работой в будущем. В самой школе говорят, конечно, после такого обучения поступить в творческий вуз будет легче. Да, я участвую в многих конкурсах, и мы поем народную музыку. Вот в основном я люблю песни народных. Ну и Ивана Купала, например, песни. Вот, потом обрядные всякие. А вот в школе номер 78 ученики сидят на стульях с одной ножкой. Нет, это не из-за дефицита мебели. Такие стулья – специальные тренажеры, помогают развивать координацию, концентрировать внимание. И сидят на них ребята только часть урока. Вот такие разные школы Красноярска.